Пиренейская битва в Донецке. Болельщики сборных Испании и Португалии уже настраиваются на сегодняшний полуфинал. Это последний матч на Донбасс-арене в рамках Евро-2012. Что в эти минуты происходит возле стадиона, готова рассказать Ольга Шилкина. Донецк действительно готовится уже к Пиренейской схватке. Не сказать, что сейчас на Донбасс-арене много людей, небольшие разрозненные группки гуляют, фотографируются. Основной ажиотаж сейчас сосредоточен возле стадионных касс. Дело в том, что они начинают работать с 10 утра, но билеты в продажу поступили только в полдень. Это билеты первой и второй категории, самые дорогие, которые стоят по 2500 гривен. Болельщики, которые собираются попасть на стадион, но не готовы выкладывать такие огромные суммы, откровенно злятся. Касса открылась с 10.00. Билетов ни одного не продавалось. То есть, говорят, не работает касса. Ну, там что-то с компьютером связано. Но в то же время никто не пишет, что билетов нет. То есть, касса не закрывается. Люди все стоят. Вот мы стоим, мы уже хотим до победы достоять, я не знаю. И будет обидно и жалко, если будут пустые трибуны. Но есть и другой способ попасть сегодня на стадион, в обход стадионных касс. Дело в том, что сегодня очень много перекупщиков. Торгуют билетами и испанцы, и португальцы, русские. Милиция на это не обращает внимания, ходит рядом, наблюдает. Эти люди, которые торгуют билетами, спекулянтами себя не считают. Говорят, продают по той же цене, а иногда даже дешевле. Почему в России цена продавалась 150 евро, а на Украине она продавалась 75 евро? Почему? Такой вопрос у ЕФА задать бы еще. Вы купили билеты, теперь перепродаете? Почему перепродаете? За свою цену отдаю. Значит, а какой смысл? Какой смысл? Люди не приехали, не проиграли. Игру уже окрестили Пиренейской битвой. Матч на Донбасс-арене между Португалией и Испанией обещает быть очень горячим. Хотя стоит отметить, что букмекеры отдают предпочтение все-таки действующим чемпионам мира и Европы. Это, конечно же, Испания. Хотя у болельщиков, которые сегодня здесь гуляют, по этому поводу есть свои предположения. Остановимся за испанца, но испанцы уже приелись, надоели, поэтому хочется, чтобы Португалия выиграла. Мы болеем за Испанию, потому что Марамушта. Мы из Ростовской области, а Ростовская область и Испания – это побратимые страны. Я португалиец. Португалия, мне кажется, выиграет. У них такая команда посерьезнее, мне кажется. Но она не кажется, она так и есть. Коэффициент испанский, сегодня будет победа Испании. Нет, это спорный вопрос. Но мы обсудим. Кто? Ниль. Испания. Португалалы! 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 Пока здесь не слишком много болельщиков, но португальская и испанская речь уже слышатся отовсюду. Не реже, чем украинская и российская. Основной поток болельщиков здесь ждут к вечеру, ближе к игре. Но португальские и испанские фанаты уже в небе. Планируется, что сегодня Донецкий аэропорт имени Прокофьева примет рекордное количество самолетов для себя. Это около 160. Студия. Спасибо. Это была журналист Ольга Шилкина, которая продолжает следить за происходящим у Донбасс-арены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...